Музыка Вот, а вот это вот такие кибетская зона она тоже разделена мальчики девочки мальчики девочки и маленькие веточки до годика вот этого очень много фактически ребеночек и в хорошем состоянии потому что ребеночек когда маленький он носит короткий период времени быстро растет поэтому остается это у всех и люди с довольствием делятся поэтому мы можем от нуля деток одеть и даже вот сейчас такие вот костюмы до детские приносят уже новогодние тоже очень приятно потому что как раз детки будут у нас наши на утреннике детки будут самые красивые детское питание в принципе ну более или менее хватает потому что мамочки конечно же стараются деток маленьких на грудном вскармливание но если вдруг нужна потребность еще мы можем и выбирать кому-то нам кому-то нужно там еще какие-то антиаллергенные то сможешь смотрим обязательно конечно проверяем сроки годности и уже смотрим предлагаем как бы какой-то может заменить или еще что люди привозят медицину но мы поскольку мы не врачи не фармацевты да то мы выдаем какие-то самые самые простейшие лекарства вот типа там корвалол валидол аспирин то есть безрецептурные посуда которая вот как бы возможно тоже мы людям даем просто люди приезжают вообще без ничего вообще без ничего и хотя бы выдать там человеку чашечку кружечку да хотя бы одну на семью бывают такие случаи что даже просто одну на семью или тарелок или сковород очень просят сковородки кастрюли их тоже реально нет если человек там находит какую-то где-то там одну то в ней он и кипятит воду и жарит и варит поэтому тоже по возможности кастрюли сковородки у нас уходит очень быстро взять пачку лиза пачку речки . риса пачку крупы пачку сахара ваш все и ты уже фасуешь как бы это и значит ну тоже вот стандартный продуктовый набор вот они продукты которые обычно идут очень не хватает нам пакетов у нас пакет это вообще больная тема потому что мы никто не на это не обращает внимание мы вынули их покупать и в белгороде мы выгребаем все все склады с пакетами вот поэтому как бы бывает иногда остановка просто из-за того что нет пакетов так сожалению сейчас тоже из постельным огромная проблема вот был детский садик в москве который закрылся и нам прислали там 50 матрасов и вот здесь будет какой потому что люди рады всему они сшивают и вот так вот это не кино и творческий подход каждую посылочку картинку писать мы такие как какие-то даем еще людям какие-то пожелания чтобы человеку тоже было приятно такие записочки мы кладем в пакеты все подручными средствами по сути тоже стеллажи вот эти стеллажи которые на своем производстве ребят попросила аниму ничего остатки были и заднюю стенку забили просто но как бы все делается максимально возможно без денег и какими-то подручными средствами своими силами для того чтобы все которые деньги мы получаем до копейки мы тратим туда куда ну то есть мы считаем что лучше купить лекарства лучше купить человеку очки лучше купить какие-то продукты которых не достает чем как бы тратить деньги на там оборудование или еще на что-то вот тут кстати кстати это это у нас закрома вот это с последнего сбора остатки то есть да это очень все важное и нужное почему мы его отложили потому что выдаем по два на руки потому что ну как бы новая конечно люди берут это с удовольствием и берут много с запасом запасом да поэтому мы уже смотрим какие мы размеры имеем и выдаем то что допустим женское белье и выдаем уже столько сколько нужно по размеру там что еще вот это вот колготки женские есть у нас есть такая коробочка вот детские есть трусики но это тоже все фактически жизнь уже все разошлось это вот колготки тоже если на счастье человек носит ничего тут нет нет вот то есть но я говорю что почему она чуть прикрыта потому что мы поняли что ну ограниченное количество тоже как бы материальные ценности но индивидуальные поэтому даем вот так тетя Юля вчера сказала что два пакета дам а ты донесешь их? ну тогда бери два тетя Юля это я я перед тетей Юлей стою о, Юлей на громком ключик мамочка привет здравствуйте ну если донесет потому что пакеты тяжелые если донесет то пускай берет но если нет то ну все тогда он сам оценит сейчас свои физические возможности все всего доброго обнимаю да донесешь точно или второй раз придешь уверен? да тяжело только дверь спасибо давай пока Юля тушенку нашу заберете? да привет с радостью ну все не забудьте да вы не представляете насколько вот только-только-только буквально несколько там может ну неделю назад может даже несколько пять дней назад закончилась честно даже немного даже радовались потому что наконец-то она закончилась вот на сколько на какой период и сколько ее хватило выдавали две пачки макарон и две пачки тушенки две банки тушенки на вот на пакет на семью то есть и реально ну вот реально накормили ну наверное тысяч семь-восемь людей точно накормили чтобы вы понимали объемы поэтому как бы очень важное дело и ну как бы если с крупами макаронами поскольку они как бы дешевле еще ну более или менее легко справиться но вот тушенка это дефицит и сейчас даем там по одной банке а то бывает и заменяем просто там какими-нибудь овощами или рыбная консерва вчера был такой у нас тут рыбный день да рыбный день вот и ну тушенка закончилась скачиваем нашу тушеночку 320 банок спасибо большое Евгению Супер и его подписчикам за то что наши люди теперь с продуктами питания с тушеночкой и с и с и с с и с с с